Виктор Савченко 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 Они там что перекидывают? Воланчик? Ну да, ракетка. Как бадминтон, кстати, еще по-другому. И волан. И воланчиком играют. Ну тут нагрузки, как у хоккеиста. Ну вот бег, да, сила. Ну давай, давай, раз, не зря Дмитрий Анатольевич летит бадминтон, давай попробуем. А работим, что-то будет? В космос летать. Ну что, если готовы отвечать? Да, давайте мы ответим, чтобы быстрее пошла игра. Да, кто отвечает? Давайте я попробую ответить на этот вопрос. Отвечает капитан. Да, Денис. Что же за игра такая? У нас было несколько вариантов, но мы решили в этом случае встать на сторону российских политиков и дать ответ бадминтон, потому что у него есть другое название – волан. Играют воланчиком, и скорее всего это именно эта игра. Ну а господин капитан, если бы вы были на стороне российских политиков, однозначно вы выбрали бы дзюдо? Ну, дзюдо тут не совсем подходит, потому что… Ну, понимаете как, надо струбиться на сторону тогда уже окончательно. Итак, ваш выбор? Бадминтон. Бадминтон. Я принимаю ваш ответ. Первый космонавт Гагарин любил спорт, играл в хоккей, был капитаном баскетбольной команды, занимался легкой атлетикой. В одном из интервью, уже будучи известным на весь мир, он признался, что любит еще одну игру. Сказал о ней, она быстрая, с нагрузками хоккеиста и тяжелоатлета. Интересная формулировка, но так он сам говорил. Сам Королев включил эту игру в программу подготовки космонавтов, считая нагрузки во время матчей сопоставимыми с работой в космической ракете. Представляете? Профессионал, кстати, в этом деле спорта за один матч пробегает более 10 километров. Это приближается к 200 ударам в минуту, если высчитывать по тому, как работает пульс. Речь идет, знаете о чем? Да вы знаете, об админтоне. Эту игру еще называют «Ваман». Играют ракетками и валанчиком. В конце эта подсказка все-таки, мне кажется, была слишком очевидна. Хотя, с другой стороны, иначе взять этот вопрос было бы проблематично. Правильный ответ – бандминтон. Вашу пользу 1-0. По вопросу можно было легко вычислить инвентарь с металл и с полок, значит, игра была доступна. Плюс сам инвентарь был недорогой. Действительно, в советские годы, в теплое время, часто можно было видеть и взрослых, и детей, играющих в любимую игру космонавтов. На маевках особенно. Наш эфир сегодня 1 мая. Да, все идеально совпадает. Кстати, в Подмосковье, в Звездном городке регулярно проходит массовый турнир «Звездный валан», куда приезжают как обычные любители спорта, так и астронавты. Даже из НАСА и вообще со всех концов планеты. Да? 1-0? А я думал, не возьмете этот вопрос. Что-то вам в конечном счете подсказало. В следующий раз будем вопросы посложнее задавать. Попробуем прямо сейчас. Вопрос номер 2. Пушкин был тоже первым, как и Гагарин, но в другой области. И тоже имеет отношение к нашему краю. Понятно. Всегда рассказываем, что он бывал в Тирасполе, в Бендерах. Это была южная ссылка. С этим в какой-то степени связан следующий вопрос. В Болдинском музее Пушкина стоит стеклянный сосуд, до половины заполненный опавшими осенними листьями в память о болдинской осени поэта. Вторая половина сосуда заполнена обгоревшими обрывками из писанных бумажных листов. Обрывков много. Хоть некоторые и говорят, 10 было бы самое то. Почему 10? Что означает число 10? Ничего себе. Может он 10 написал в то время каких-то произведений? Может это 10 стихотворений? 10 дуэлей у него было к тому моменту? Или сжег 10 книг? Не, ну книги он не сжигал, он сколько знает. Тут может быть каких-то 10 четверостишей он написал. Ну не зря нам делать записи. В преамбуле вопросов сказали, что Пушкин первый в области обгоревает. Ну я думаю, что зря. А что, я просто не помню, что он написал. Вот давай и от этого будем исходить. Из таких серьезных вещей. Как сказка царя Солтана. Серьезно. Может он сжег, вот как там, Гоголь сжег, да? Второй том. Может быть Пушкин сжег, ну, 10 строчку, 10 часть чего-то. Поэма из глав состоит. Да, может 10 глав. 10 глав вот этой поэме. И он их сжег, ну, или сжег. Может 10-ю сжег. Или 10 страниц это символизировало. Вообще это что-то символизировало, мне кажется, из этого. Это символ, ну, если в одном сосуде находится символ его пребывания в этом городе, то вторая, логично, что вторая половина этого сосуда тоже о каком-то событии, либо о периоде, в котором прожил Пушкин в этом городе. За эту осень написал там какое-то количество изжег, и это количество, это либо 10 глав, либо 10 страниц, либо 10 главу, то есть что-то такое. А можно еще раз вопрос, чтобы мы вот... И вы принимаете решение, да. Поняли, как сформулировать ответ. Итак, в Болдинском музее Пушкина стоит стеклянный сосуд, до половины заполненный опавшими осенними листьями в памяти о болдинской осени поэта. Вторая половина сосуда заполнена обгоревшими обрывками из писанных бумажных листов. Обрывков много, хоть некоторые и говорят. 10 было бы самое то. Почему 10? Что означает число 10 в данном случае? Я думаю, что он сжег последнюю, 10-ю главу Негина. Ты не знаешь, сколько глав там? Нет, я не знаю. Я вообще наугад. Наугад? Ну так мы все наугад. Как будет? Да, да. Отвечаем абсолютно наугад. Кто отвечает? Александр Савич ответит, у него появилась идея. Александр Савич, председатель молодежного парламента. Итак. Да, если это будет неправильный ответ, хочу предупредить, что полностью всю вину я беру на себя, как экс-председатель. И обещаю, что у молодежного парламента будет новый председатель. Вы сменитесь сразу, да? Если неправильно ответить? Даже если правильно отвечу, да, все равно... А, то есть ставки не так высоки, как мы думали. Хорошо, да. Итак, что там за цифра 10? Число 10, что с ним связано? Некая 10-я глава, которую Пушкин сжег, или 10 страниц... Главу. Ну, главу будет, главу, да. 10-ю главу, которую Пушкин сжег в этом месте, может быть, даже той осенью, которую он провел в Болге. 10-я глава. Чего, Александр? Ну, Евгений Онегин. Когда последний раз читали Евгения Онегина? В школе. В школе читали, да. А сколько там глаз, кстати? Предполагаем, что... Если ответ верный, 109. Итак, Болгинская осень Пушкина считается самым плодотворным периодом русского гения. Здесь в 1830 году он распрощался с романтизмом. Далее будет уже реализм в его творчестве, ну, понятно, уже годы. Поэтому в сосуде в музее Пушкина опавшие листья. Но почему оставшаяся часть чаши заполнена сожженными обрывками бумаги? Здесь главная интрига. Возвращаемся к южному периоду ссылки Пушкина, которую он провел в Кишиневе. В 1823-м поэт начинает свой роман в стихах Евгении Онегин. Про своего дядю он написал именно в Кишиневе. В Болге, на в 1830-м Онегин был закончен. Одно из величайших произведений мировой литературы, по мнению критиков. Знаете, сколько глав в этом романе? Девять. А что же было дальше? Пушкинисты считают, что Александр Сергеевич начал писать десятую главу. Приводят подтверждение воспоминания его друзей. Однако из-за цензуры Пушкин был вынужден эту главу сжечь якобы. Потому что в ней по задумке Онегин примкнул к кому? Ну, не к молодежному парламенту, а к декабристам. Так бы не сжигал бы, это понятно. Это десятая глава Евгения Онегина, счет 2-0. Пушкин работал над этим романом более семи лет. Работу над ним он называет даже подвигом. Из всего творчества, из всего, что он написал, он так говорит, что только о поэме Борис Годунов. Вот так. Скромность здесь была излишняя в случае с Пушкиным. В вашем тоже. Вы ведете 2-0. Мы ожидали совершенно диаметрального противоположного счета, честно говоря, к этому вопросу. Вопрос номер 3. Вы категорично к нам настроены. Мы просто считаем, что мы очень здорово подготовились в этот раз. Итак, вопрос номер 3. Продолжаем тему литераторов и литературы. Вяземский назвал его осью России. Пушкин хотел посвятить ему Оду. Еще один поэт, наш современник, сказал, что так зовут русскую веру. Как? Мне кажется, историк, но я могу ошибаться. Может, это город имеет цель? В центральной части России? Да, это, мне кажется, ось России и посвятить Оду, реально можно городу назвать осью Россией. А русская вера? Да, Гребен. Что-то интересное, не могу понять. Ось России, значит, вокруг этого что-то крутится. Некий столб. Ну, да, да. Что олицетворяет у нас Россию? Вера, правда. Душа, что там, не знаю. Русский дух – это русская вера. Ну, созвучно. Созвучно, даже если это не так, хотелось бы, чтобы это было так. Да, особо идеи нет, а это очень, очень даже символично. Да. Вот он будет красивый ответ, даже если неправильно. Хотите отвечать? Вы всегда к единственному варианту приходите. Да, да, мы ответим. Пожалуй, вот Саша снова попробует дать ответ. Александр Савич, Вяземский назвал его осью России. Пушкин хотел посвятить ему оду. Еще один поэт, наш современник, сказал, что так зовут русскую веру. Как же ее зовут? Оду посвятить человеку, наверное, невозможно. Назвать осью России человека тоже невозможно. Мы подумали, что это какой-то символ. Но самое символичное, действительно, то, что является осью России, то, чему можно посвятить оду, то, что является русской верой, это вот русский дух. Русская вера – это русский дух. Красивый ответ, я его принимаю. А почему человеку оду нельзя посвятить, Александр? Мне кажется, очень даже можно. Исторической личности, женщине. Но это как-то звучит не скромно. Звучит не скромно. Не скромно? Хорошо. Сейчас дам вам скромный ответ. Петр Вяземский, поэт, критик, академик, был одним из ближайших друзей Пушкина. Пытаюсь как бы подвести так, чтобы в конце вам сказать, как все это правильно звучит. А не получится. В общем, что говорил Петр Вяземский? У вас авось России, ось, писал он в 1810 году. Но авось, о, шибалет народный, тебе б я оду посвятил. Строки Пушкина из сожженной 10 главы, той самой. Вы должны были ее помнить. Евгения Онегина, произведение, которое все критики называют энциклопедией русской жизни 19 века. Андрей Вознесенский в своем стихотворении «Авось» так и писал. Нашу веру зовут «Авось». Слово «Авось» означает «может быть с надеждой на удачу». Вы, наверное, в этом и сила наша и слабость. Мы часто надеемся на авось. Особенно, когда наша сборная по футболу в последний момент все еще надеется выйти из группы. Счет 2-1. Как вам вопрос? Интересно, интересно. У вас был патриотичный ответ. Но наш ответ тоже очень близок. Русская вера – это русский дух. Можете запатентовать, Александр, фразу. Теперь она принадлежит вам. Проблема только в том, что она не принадлежит Вяземскому, Пушкину и всем остальным. Мы руководствовали пресловутым русским «Авось». Да, по факту да. Итак, вопрос номер 4. При счете 2-1. Этот предмет родом из далекой Америки. Изобрели его в середине прошлого века. Он стал настоящим прорывом и здорово облегчил способ хранения. Со временем эмоциональный накал вокруг него поутих. Появились даже противники. Производят этот предмет сегодня и в Приднестровье. Около 130 тысяч штук за одну смену. О каком предмете идет речь? Смена. Интересно, сколько длится 130 тысяч штук? Это, скорее всего, консервы. Консервы. Либо вакуумную упаковку. Ну, у нас что-то там делают, да? Кукуруза в вакуумной упаковке, еще что-то. Но наш консервный завод кукурузу и горошек выпускает. И причем выпускает в очень больших объемах. Почему появились противники? Ну, потому что кто-то говорит о том, что теряет свои свойства. Лучше кушать натуральное. И ажиотаж какой-то был. Потому что консервы были гораздо раньше еще придуманы. Наверное, в армии не было. Может быть целлофановый пакет? У нас же есть, где производят в Приднестровье. И 130 тысяч штук за одну смену, это логично. 130 тысяч штук консервов нельзя произнести? Может целлофановый пакет какой-то? Пластик, что-то такое. Ну, как раз были люди, которые говорили, вот пластик это вредно. Кукурузируй. Пластик. Пакет, пудрилка. Пакет в Террасполе, так вот у меня фирма делает. Тем более еще выйдет в передаче 1 мая, как раз когда во всех этих тариях, во всех этих предметах будут переносить угощение вкусное. Главное, чтобы не мусорили на природе. Давайте еще раз вопросим, и мы решим. Хорошо. Этот предмет родом из далекой Америки. Изобрели в середине прошлого века. Он стал настоящим прорывом и здорово облегчил способ хранения. Со временем эмоциональный накал вокруг него поутих, появились даже противники. Производят этот предмет сегодня и в Приднестровье около 130 тысяч штук за одну смену. О каком предмете идет речь? Итак, Денис, кто отвечает? Я попробую ответить. Мы предполагаем, что речь идет о целлофановом пакете. У него есть и сторонники, и противники. Сейчас многие страны хотят перейти на эко-сумки. Это тот предмет, который можно произвести в достаточно большом количестве за малое время. И он так же быстро и расходуется. Поэтому наверняка это целлофановый пакет. Целлофановый или полиэтиленовый пакет. Принимаю ваш ответ. Впервые этот предмет, но у вас много версий, кстати говоря, было в этот раз. Тут уже было из чего выбирать. Впервые этот предмет появился в США в 1957 году. Тогда он стал настоящим прорывом. Здорово облегчил жизнь людям. Предназначался этот предмет для хранения хлеба, сэндвича и фруктов. Сегодня сфера его применения гораздо шире. Хранить, переносить, использовать для других бытовых нужд. Потому что, как вы уже поняли, это все-таки пакет. Почему же со временем у пакета появились противники? Потому что речь о пакете из полиэтилена. Доказано, что его использование вредит природе. Полиэтиленовые пакеты долго разлагаются. Даже слишком долго. Счет 3-1. Мы тоже за экологию. Но пока понимаем, что заменить полиэтиленовые пакеты на 100% сложновато. В Приднестровье выпуском пакета занимается предприятие Полимир. За одну восьмичасовую смену изготавливают 130 тысяч пакетов. Ну, молодцы. И вы, и Полимир. 3-1. Вашу пользу. Вопрос номер 5. Я думаю, пора уже перестать баловаться и задавать по-настоящему сложные вопросы. Итак. Румянцев 2. Граф Панин 4. Седьмое место. Суворов. Кутузов лишь на десятом. Последний. На 25-м месте великий князь Николай. А вот открывает список, как ни странно. Вот вы сейчас и скажете, кто открывает этот список интересный. Кто на первом месте? Так. Интересно. Это список великих 25-ти людей. Которые побывали в Кузьминске тоже. Здесь Пушкин нам бы указали. Амин. Что может объединять этих людей? Екатерина. Либо Петр Первый, потому что он же на Крым подошел в монастырь. Не, надо понять, почему эти люди в этом списке. Все эти люди как так или иначе повлияли на... Ну, точнее, участвовали в истории Приднехтурных. И кто первый? Вопрос в том, кто первый, да? Да. Кто возглавляет список? Кто был первый? Так. Ну что у нас есть? Екатерина. И Петр Первый. Да. Еще. Еще два идеи. Потому что как-то вот просто наугад. Смотри. Утузов, Суворов, Уководцев, Румянцев, Панин. Да. Там же. Котовский. Котовский. Не, не, не. Я бы... Да. Это чуть раньше Румянцев. Я думаю, что Катерина. Потому что Румянцев это же человек. Ее человек. Так. Ну, конечно, версия... Итак. У нас есть одна версия, но... Одна? Мне показалось, что у вас их с десяток, честно говоря. Одна из наиболее подходящих, и мы предполагаем... Ну, как бы, мы к ней пришли так, чисто логически... Давайте я еще раз задам вопрос. Снимаемся с правильностью. Да, я еще раз задам вопрос. Слушайте внимательно и отвечайте. Румянцев второй. Граф Панин четвертый. Седьмое место Суворов. Кутузов лишь на десятом. Последний на двадцать пятом месте Великий Князь Николай. А вот открывает список, как ни странно, кто? Я отвечу. Мы предполагаем, что речь идет о Екатерине Великой. Почему? Вот мне прямо интересно. Вот почему? Как ни странно, мы пришли именно к этой версии, потому что у нас есть отличный Екатерининский парк в центре Тирасполя. И все-таки Екатерина является представителем прекрасного пола. Вы нам обозначили людей, которые являются полководцами, мужами, поэтому мы предполагаем, что это именно она. То есть, как ни странно, потому что она женщина, да, исходя из этой логики? Да, список возглавляет... А эти 25 человек, а не кто? Серьезные люди, по видимости. И она на первом месте. Да. Ну, возможно, она на третьем. Где же Петр Великий? Да, возникает вопрос. А теперь ответ. В 1770-м граф Петр Румянцев одержал блистательную победу над турками. Это произошло на некой реке Кагул. В ней 17 тысяч русских пехотинцев и несколько тысяч кавалеристов разгромили османское войско численностью 150 тысяч человек. Или, может, пресса так писала тогда. Насчет количества. Кстати, родился Петр Румянцев в селе Строинце. По сути, наш земляк. Ну, по одной из версий он родился, по-моему, в Строинце, да? Ничего себе. В том же 1770-м граф Панин взял приступом Бендерскую крепость, тогда еще Турецкую. Ни до него, ни после это больше никому не удалось сделать. Уже в 1789-м Суворов одержал блистательную победу над турками при Рымнике. Кутузов в 1812-м изгнал французов. До этого он тоже успешно бил турок. Великий князь Николай. Кто такой великий князь Николай? Человек, который в 1877-м отбил у турков болгарскую плевну. Румянцев, Панин, Суворов, Кутузов и не только. Всего 25 человек в списке тех, кто получил орден Святого Георгия первого класса. Выделялся среди других российских орденов как награда за личную доблесть в бою. Персона номер один. Человек, о котором мы говорим. Вы бы сейчас какой ответ дали? Вот уже сейчас. Зная весь этот... Мы дали ответ, мы придерживаемся своей линии, мы не отступаем. То есть вы все равно думаете, что это Екатерина, да? Нет, мы обознательно, хотим услышать. Ну, конечно, я вам скажу. Персона номер один в этом списке. Знаете, что с ней произошло, с этой персоной? Она в бою не участвовала. Но так как она орден учредила, соответственно, первая его и получила. Это Екатерина вторая. Вот это приятно. Вот не знаю, знаете, как бывает, что люди рассуждают, рассуждают, близки к правильному ответу, дают логический ответ. И у нас возникает спорный вопрос, принимать, не принимать. Здесь, что называется, когда через пень колоду, но ответ-то верный, его не принять нужно по правилам. Да, это Екатерина, счет. Неужели 4-1? 4-1. Нам срочно нужно что-то делать, поэтому мы подходим к вопросу номер 6. И сейчас пока что вы продолжаете претендовать на то, чтобы сразу, без того, чтобы дожидаться результатов других команд, выйти в полуфинал автоматически. Случится ли это? Посмотрим. Есть в Приднестровье небольшой населенный пункт. Основали не местные, несколько веков назад. Однако название у населенного пункта русское. Благодаря супруге известного военачальника. Как называется населенный пункт, если при его упоминании некоторые специалисты начинают перечислять? Белое, серое, репчатое. Ничего себе. А репчатое-то что вообще? Лога? Ты не знаешь, что такое репчатое. Так, что у нас по населенным пунктам? Ух, какая тема. Значит, нам надо подумать. У нас их всего около 300. Да, поэтому именно столько версий у нас и есть. Саша, ну, давай, думаю. Каменька, ну, по Приднестровским меркам, большой, наверное, населенный пункт. А что, серое, репчатое. Репчатое. Что значит репчатое? Ну, репчатое, наверное, что-то, какой-то такой цвет. Вопросы вот и передачи были там про ближних группах. Про Григориев. Про Григориев. Значит, двигаемся, может, куда-то туда, в сторону севера. Ну, да, может быть. Что у нас не местное? Григориев, да, у нас не местное? Стройниц, Рашкова. Тоже, но это не совсем русские все-таки названия. Большой Малокиш, Малый Малокиш, Рыбницкий район. И Андреяшевка. Маяк. Такой простой вопрос. С ответом-то сложность. Стыдно. Белая, серая, я не читаю. Из военно-начальников. А, кстати, да. Лина. Ну, у нас в Лино есть. Но Лино это чья из супруги здесь присутствовала. Или бы дала название. Что вот может быть белым, серым, репчатым? Если об этом отговорят специалисты, то это не специалисты. Но можно будет понять, о чем у тебя бы речь. То есть даже белая, серая, репчатая. Что-то связано с местностью, с каменистостью, с почвой. Либо нет, просто белая, серая, репчатая это что-то, относящееся к названию. Может быть, что-то туда с Эггенштейном связанным? Какие там есть населенные пункты у нас рядом с каменпионом? Александровка. Рустова. Ну что, друзья, время поджимает. Давайте я задам вопрос и будете принимать какое-то решение. Кто знает, может, как в случае с Екатериной, почти пальцем в небо. Есть в Приднестровье небольшой населенный пункт. Основали неместные несколько веков назад. Однако название у населенного пункта русское благодаря супруге известного военачальника. Как называется населенный пункт, если при его упоминании некоторые специалисты начинают перечислять белая, серая, репчатая? Денис, кто отвечает? Я попробую дать ответ на этот вопрос. Дарьи. Дать ответ Дарьи. Почему бы ей не ответить уже наконец-то, да? Не знаю, кто ответ. Что-то будет на твою усмотрение. Ну, я пример привел, решать вам. Давайте на авось будем надеяться. Пусть это будет глиноя. Глиноя. А почему вы дали Дарье отвечать? Вам же решать все равно. Вы меня послушались, да? Конечно. Глиноя. Принимаю ваш ответ, но я не давил на вас. Итак, а вы бы что ответили, Денис? Я бы ответил каменком. Каменком. Если ты глиноя, я буду в шоке. А если глиноя? То, я думаю, будут в шоке все, да? Итак, несколько лет назад. В 1805 году. В 1805. Денис, Петр Вингенштейн, прославленный военачальник, все на севере вы искали, приобрел небольшое местечко, каменка, за 135 тысяч рублей. Граф с супругой сделали из небольшого бедного местечка процветающее хозяйство. Действовали промышленные предприятия, винодельческие, винокуренные и пивоваренные заводы, мыловаренные и воскобойно-свечные мастерские, три крупные мельницы, и все приносило прибыль. Поднимать хозяйство Вингенштейн пригласил немцев. Они основали в предместе каменки поселок. Искали вы там на севере. А назвали его, знаете как? Я это не прочитаю. А, Антонеттенталь. Но у местного населения закрепилось другое, известное нами сегодня. Антоновка. По имени жены Петра Вингенштейна, Антонины. Село Антоновка, Каменский район. Антоновка это сорт яблони. Причем специалисты насчитывают более 20 разновидностей этого сорта. Есть Антоновка. Белая, серая и какая-то загадочная репчатая. Репчатая. Есть даже ребристая и полосатая. Счет 4-2. Дарья, не волнуйтесь, все нормально. Вы ответили не хуже капитана, чем ответил бы капитан. 4-2. Да, да. Итак, чтобы вам следующее задать. Потому что обстановка, я бы сказал, накаляется. Да, попробуем вот этот вопрос. Пойдем к нейролингвистическому программированию. Давно пора заняться чем-то серьезным. Итак, специалисты по нейролингвистическому программированию считают, что первое впечатление о человеке складывается за очень короткое время. Поэтому они сформулировали правило, согласно которому действовать при знакомстве следует быстро, без промедления, как только оказался в зоне внимания. Такое же правило есть и в одной спортивной игре. Дайте максимально точное название этого правила. Действовать нужно быстро, как только попало в зону внимания. Ты должен действовать, что ты должен поздороваться. чувствуется, чувствуется, что автор этого вопроса работает в спортивной редакции канала. Неправда. Какой вопрос. Что-то внимательно скорее всего. Пришел, увидел, победил. Да, 6. 7. Получается, что первое впечатление складывается в течение 8-ти секунды. Тебе нужно успеть за это время сказать самое главное и сделать это быстро, понятно. Может, приветствие? Может, или что-то приветствие? В какой игре у нас есть? В школе у нас пионер-боле было. Команде напротив физкульт приветствия. Ну, а какие еще идеи? Такое правило. Такое же правило есть спортивные игры. Да, без внимания. Давайте я еще раз вам задам вопрос. Да. Будете принимать какое-то решение. Да. Специалисты по НЛП считают, что первое впечатление от человека складывается за очень короткое время. Поэтому они сформулировали правило, согласно которому действовать при знакомстве следует быстро, без промедления, как только оказался в зоне внимания. Такое же правило есть и в одной спортивной игре. Дайте максимально точное название этого правила. Ну что, Денис, кто отважится? Так как у нас особо версий нет в этой части, то мы считаем, что при знакомстве максимально быстро необходимо осуществить приветствие. То есть это правило? Это правило, максимально близкое его название это приветствие. Приветствие. Да. Важно, что требовался точный ответ. Итак, приветствие. НЛП нейролингвистическое программирование. На самом деле это псевдонаучный подход к межличностному общению, развитию личности и психотерапии. Техники НЛП направлены на копирование или моделирование поведения людей, добившихся успеха в некой области для приобретения их навыков. Это цитата из Википедии, кстати. Хотя поговаривают, что этим техникам обучают даже сотрудников спецслужб. Вряд ли мы когда-то узнаем, так ли это. Так называемому боевому НЛП. Первое впечатление действовать быстро и молниеносно. Это рекомендация не только в системе нейролингвистического программирования, но и во многих видах спорта. Например, в одной очень интересной игре, где все быстро происходит. Там время крайне важно в этой игре, Денис. Время крайне важно. Там время воздействия и время нахождения игрока без мяча под кольцом противника. Не должно превышать трех секунд. Это баскетбол правило трех секунд. Есть же там целая трех секундная зона. Правило трех секунд. Три секунды всего, чтобы произвести впечатление. Многие, кто пытается устроиться на телевидении, не знают про это правило, честно вам скажу. Интрига у нас нарастает со всех точек зрения. И в этой конкретной игре, и в целом в турнирной таблице. Ваши шансы нормальные, полет нормальный, нам тоже нравится то, что происходит. Поэтому вопрос номер восемь. Впервые этот документ увидел свет в 60-х годах прошлого века. Он имел статус международного и был уникален в своем роде. Позже многие страны взяли его за образец. Причем на постсоветском пространстве по сути приравняли к закону. О каком документе идет речь, если известно, что цель его безопасность? Конвенция у нас артифицирует что парламент? Какие международные документы? Конвенция о правах человека были в 50-х годах. Скорее всего этого не было в СССР. В 60-х годах приемлем. Откуда это из Запада или из Европы ты имеешь что-то пришло? Да, что-то пришло. Когда у нас был по рации угренитетов, что у нас вообще принимались в СССР. Не знаю, что там есть. У меня почему-то кроме конвенции особо и нет идей. Может, сейчас принимаются безопасности разрабатываются в СССР? У нас сейчас приняли в концепцию безопасности. Безопасность что может быть? О каком-то ненападении об ядерном бороде? То было раньше. Что у нас есть сейчас в Украине в Могове? Конвенция правах человека? Нет? Нет, в плане конвенции нет идей. Что по безопасности? Давайте попробуем. Итак, Александр Савич отвечает, да? Впервые этот документ увидел свет в 60-х. Он имел статус международного и был уникален в своем роде. Позже многие страны взяли его за образец, причем на постсоветском пространстве по сути приравняли к закону. О каком документе идет речь, если известно, что цель его безопасность? Александр, что за документ? Честно говоря, своему стыду не хотелось бы обижать товарищей дипломатов. Мы, наверное, ответим наиболее банально. Нет какой-то прочной версии, поэтому мы скажем, что это была Женевская конвенция о правах человека. конвенция о правах человека, да? Да, да. Чем ниже лет конвенция, конвенция о правах человека, да. Конвенция о правах человека у нас венская. Итак, конвенция о правах человека, да? Итак, в 1948 году Международный Союз Охраны Природы объединил и возглавил работы по охране живой природы государственных, научных и общественных организаций в большинстве стран мира. На протяжении более 10 лет специальная комиссия собирала данные об исчезающих растениях и животных и в итоге внесла специальный документ. В 1963 данные вошли туда под видом реестра, который назвали Красная книга. Ну, понятно, слово безопасность. Мы же должны были вас запутать. Здесь безопасность присутствует, тут не поспорить. Но документ был не для широкой публики, а рассылался государственным деятелям и ученым. Ответ Красная книга. В Советском Союзе Красная книга появилась в 1978 в постсоветский период. Страны, которые ранее входили в состав Советского Союза, приняли на государственном уровне как раз таки охрану тех растений и животных, которые входят в эти Красные книги. Причем в каждом государстве может быть своя Красная книга, в Приднестровье тоже такая есть. Она включает 84 вида растений и грибов и 157 видов животных. Но здесь вы совсем были далеки. Совсем. Это все из-за безопасности. Приднестровский республиканский банк выпускает серию монет Красная книга Приднестровья. Тогда, да, маленькая рекламная пауза, но ваш ответ все равно не засчитывается. счет 4-4. Про банк оставляем. Это важно для всей страны. Счет 4-4. Ну что, Денис, как вам счет с точки зрения стратегии? Да все отлично, все нормально. Все так и планировали, да? Да. Так и планировали. Итак, три вопроса у меня остается и здесь для нас стратегически важно какой же задать первым. Хорошо, пробуем так. Историки говорят, что число 23 играло в жизни этого человека роковую роль. Сумма цифр его года рождения равна 23. Когда ему исполнилось 23 года, 23 апреля на него совершили покушение? Он был главным 23 года. Потом 23, но вниз. О ком речь? Может быть, Ленин? Кто мог? Да, что он 20 года был главным. 23, но вниз, но 23 года... Магия цифр. На него было покушение. Фанни Каплан, когда на Ленина напала? Может, у него день рождения у Ленина был в апреле? Слушай, давай... Покушение... Покушение было на Николая Второго. Все-таки вокруг него почему-то крутится. 23 вниз, может, это связано с отречением от престола? и... Но он не был у престола 20-ти годов. Он пришел... Ладно, может, имеется в виду династия, он был последним. Могу сказать, что это точно не Твое второе, потому что он в 80-м каком году был, а в 16-м, 17-м он уже отрубся. Хорошо. Ты думаешь, что это речь идет о Сталине? Нет, я не думаю, что это Сталин. Ну, действительно, связано с отречением от престола, конец эпохи. А почему в 18-м? Нет, ну, в 18-м подкатилась, границы там, может быть, отдали. Сдвинулись по Эльберии. Мы чем... Я понял, что мы чем больше обсуждаем, тем хуже у нас ответы. Давайте, Виктор, мы чтобы как-то придать больше игре какого-то Толлица. Да, да, потому что вот с тех пор, как мы начали проигрывать, мы как-то вот подсдулись. Давайте мы попробуем. Вы проиграли три вопроса подряд. Да, да. Тривожная. Историки говорят, что число 23 играло в жизни этого человека роковую роль. Сумма цифр его года рождения равна 23. Когда ему исполнилось 23 года, 23 апреля на него совершили покушение. Он был главным 23 года, потом был эпизод у него такой 23, но вниз. О ком идет речь? Кто же это, Денис? Возьму смелость дать ответ на этот вопрос самостоятельно, хотя у нас единого мнения нет, но есть предположение все-таки о том, что речь идет о Николае Втором. Николай Второй. Думаете, подходит по всем параметрам? Хотелось бы. А Сталин подходил? Ну, пытались мы его приклеить, но мы, к сожалению, не владеем полной информацией по всем датам, чтобы... Подожди, не знаю, а подругу. Подругу. Принимаю ваш ответ, Николай Второй. Итак, этот человек родился в 1868 году. Клубочек раскручивается или сомнения те же? Если сложить эти цифры, получим число 23. Во время одной из поездок было покушение. Удар два раза по голове. Оружие прошло по касательной, была сабля, ранение было легким. Причем причина покушения до конца не ясна до сих пор. Жертве нападения было 23 года. Как же звали этого человека? Это был будущий... Будущий... Как вот, чтобы не называть его должность, назвать его еще... Глава России, да? Правил он страной 23 года, кем его пришлось спуститься в подвал некого дома, куда вели 23 ступени. Это Николай II. В августе 2000 года Николай II и его семья были канонизированы. В 2000-2003 годах на месте бывшего дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья, был построен храм на крови. 5-4. Легкий был вопрос, да? Вот здесь даже... Ну, не сказать. 23 ступени вниз это такой факт, о котором тяжело узнать. На уроках истории это будет лучше. Вряд ли, на уроках истории вряд ли рассказывают вообще интересные вещи. Итак, 5-4, вопрос номер 10. Вопрос номер 10. Николая II, жители, которые проживали на территории современного Приднестровья, чтили. Это все предисловие, которое вы любите. Об этом свидетельствуют рассказы очевидцев тех лет. Последний император бывал в Террасполе. Здесь квартировали солдаты российской армии. Приезжал он несколько раз, в том числе с семьей. На территории Приднестровья Николай II планировал расширять промышленную зону, строить фабрики и даже гидроэлектростанцию. Не успел. Когда пришла советская власть, были и кровавые годы репрессий, потом были и героические победы Великой Отечественной. Был и первый полет в космос, который мы разделили со всей нашей большой страной. Много еще достижений. Почему я все это рассказываю? Да потому что в Приднестровье помнят все исторические вехи и не отказываются от них, дорогие друзья. Мы правоприемники того, что оставляют нам предки. Кстати, флаг и герб Приднестровья практически точная копия символов нашего советского прошлого. И вот вопрос. На некоторых памятниках и даже банкнотах Советского Союза середины 20-х годов прошлого века герб изображен с ошибкой. Точнее, один из его элементов. Причем, до 1937 года встречалась эта ошибка довольно часто. После уже никогда. Видимо, кто-то из знающих подсказал, очень уж неудобно работать с таким просчетом. Назовите элемент герба с ошибкой. Серп и молот изображен. Серп и молот в гербе. У нас там колосья пшеницы, кукуруза, виноград. И сказано, с таким просчетом очень неудобно работать. Что-то из инструментов, наверное. Да, скорее всего. Герб одно нужно отличать с целью. Ну, правоприемный, поэтому из инструментов наверняка ничего не менялось. Ну, что там могло быть? Звезда, еще, у каждого солнца задумали, за стенок ничего. Там же был глобус плоднее. Добротом. Глобус? Ты имеешь ввиду, что... А что в глобусе? Ты думаешь, там глобус был изображен прям с очертаниями материков? Ось как-то неправильная была. Ну, ладно. Какая шибка в гербе была? Если бы знает такой факт, а здесь... Ну, смотри, ну, давай вот исходить из того, что на поверхности. Серп и молот. Ну, молот вряд ли можно, да, неправильно изобразить. А серп, в принципе, можно как-то с санитой рукоятью не в ту сторону, наоборот. Так, у нас тут счет, где-то я записывал. 5-4. Нет. 5-4, да, решающий, может быть, ответ. Говорят, что вы выигрываете. Да? 5-4 пока в вашу пользу. Да-да-да, это так. Ну, хорошо, давайте тогда, раз это либо победный, либо победный ответ, либо ответ, который предвещает вот вопрос самый главный. Да. Поэтому давайте попробую дать ответ. Да. Итак, что за ошибка на гербе? Мы считаем, что все-таки не совсем корректно был изображен серп. Как? Может быть, какое-то острие, уклон, угол, угол рукояти соединения с вот этой частью рабочие, как-то неправильно были соединены. Давайте так, слишком короткое, не знаю. Он мог быть изображен зеркально, наоборот. Ну, или просто, что его для удобства, чтобы вместить на герб, где-то какую-то часть его уменьшили. И оно уже с точки зрения функциональной было непропорциональной. Давайте так, рукоять была не с той стороны. То есть проблема с рукоятью серпа, да? Да. Принимать ответ о серпе. Я принимаю. Первый герб Советского Союза, утвержденный 6 июля 1923-го, был и правда нарисован с ошибкой. Удивительно, конечно, ни сам художник, ни члены ЦК не смогли это вовремя заметить. Причем настолько, что это продолжалось более чем десятилетия. В первом варианте герба был неправильно изображен важный государственный символ, да? И эту ошибку можно было увидеть и на банкнотах середины 20-х годов прошлого века и на некоторых памятниках тех лет. На самом деле, все равно вот, я пытаюсь до конца дотянуть правильный ответ. На самом деле, проблема была, конечно же, в серпе. Утолщенная часть рукоятки должна находиться внизу, ведь это создает удобство при той самой сельскохозяйственной работе. В период становления Союза был неспокойный, никто не обращал внимания на изображение серпа. Иногда серп изображали правильно, иногда вот так, с перевернутой рукояткой. В этом ошибка. Окончательно рукоятку вернули в нужное положение в 1937 году, когда приняли последний вариант герба. После ошибки в изображении важного символа страны никто и нигде уже не делал. Кстати, знаете, была еще одна ошибка, и Александр говорил про глобус. На глобусе нет острова Мадагаскар. Очень интересно. Да, его не было, потом он там появился. Ну, очевидно, советская идеология 20-х годов, которую там, скажем так, частично озвучивает блок стихотворением «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Видимо, Мадагаскар не входил в эти большие планы тех, кто тогда был у власти. Но дело не в Мадагаскаре, дело все-таки в Серпе. Если бы это был Мадагаскар, взять этот вопрос было бы в принципе невозможно. Вы победили 6-4. Как такая опытная футбольная команда, вы остановились на очень удобном для вас счете, который дает вам большие шансы пройти в полуфинал. Ну что, Денис, как вам игра? Спасибо. Игра была интересная. Мы благодаря вашим сложным вопросам внесли интригу в ходе этого. Проиграли там подряд, да, несколько вопросов. Мы все-таки готовы двигаться дальше. Неплохая игра. Единственное, что всегда хотим больше активности от участников команд, больше ярких обсуждений. Надеюсь, вам понравилось. Мы старались сделать так, чтобы было интересно до конца. Вот она, наша виртуальная таблица. И что мы видим? Что мы видим? Общеприднестровский народный форум остается на первом месте. Я поздравляю ОНФ. Сегодня они гарантированно первыми, как у них это обычно и бывает, выходят в полуфинал. Они действительно заслужили. Второе и третье место делят обычные люди и молодежный парламент, и Распольские лица, и все еще в четверке шансы остаются. С нами должны сыграть еще Министерство иностранных дел и обновления. В общем, будет интересно. Учите историю Приднестровья, оставайтесь с нами. Это была «Страна легенд». Меня зовут Виктор Савченко. Увидимся через неделю. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин